Музыка 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 Продолжение следует... 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 Это ты сделал, никто отменит Тебе нет ни тени, ни перемен Ибо ты царь, ибо ты Бог И царство твое повсюду растет Это ты сделал, никто отменит Тебе нет ни тени, ни перемен Ибо ты царь, ибо ты царь Ибо ты край, ибо ты край. Ты царь славы, ты царь славы, мой Господь. Ты царь славы, ты царь славы, мой Господь. Ты царь славы, ты царь славы, мой Господь. Ты царь славы, ты царь славы, мой Господ, люблю тебя Ты царь славы, ты царь славы, мой Господ, люблю тебя Ты царь славы, ты царь славы, мой Господ Ты царь славы, ты царь славы, мой Господ Ты, царь славы, ты, царь славы, мой Господь. В сердце своем, в сердце своем, тебе воспрою, И душу свою тебе подарю. Ты все, что дал, ты мне, и все, что есть у меня, Мой Бог прославит тебя. В сердце своем, тебе воспрою, И душу свою тебе подарю, И все, что дал, ты мне, и все, что есть у меня, Мой Бог прославит тебя. В сердце своем, тебе воспрою, И душу свою тебе подарю. Ты все, что дал, ты мне, и все, что есть у меня, Мой Бог прославит тебя. В сердце своем, тебе воспрою, И душу свою тебе подарю, И всё, что дал ты мне, и всё, что есть у меня, Мой Бог распространит тебя. Небо ты, Илья Зарь, Небо ты, Бог, И царство твое повсюду растёт. Это ты сделан, и то отмени. Тебе нет ни денег, ни перемен. Небо ты, Илья Зарь, Небо ты, Бог, И царство твое повсюду растёт. Это ты сделан, и то отмени. Тебе нет ни денег, ни перемен. Небо ты, Илья Зарь, Небо ты, Илья Зарь. Господин моих жизней, Господин моих мыслей, Господин, слава, слава, слава тебе, Господь. Аллилуйя, наш Царь воскрес, Восел на престоле славы, Одесную Отца. Аллилуйя, Бог вознёс Его, И имя Его превознёс превыше всякого имени. И мы поём имени Иисуса, Который восседает на престоле. Богу нашему честь, хвала, Сила, слава, величие, Могущество, премудрость, Благодать, власть, Царство достоин принять наш Царь. Аллилуйя! Благодать, власть, Илья Зарь! Субтитры создавал DimaTorzok На престоле славы Бог, Господь великий Восседаешь вечно, вся земля подкрыта Твоей благодатью, кровью Иисуса Все сердца омыты навсегда На престоле славы Бог, Господь великий Восседаешь вечно, вся земля подкрыта Твоей благодатью, кровью Иисуса Все сердца омыты навсегда На престоле славы Бог, Господь великий Восседаешь вечно, вся земля подкрыта Твоей благодатью, кровью Иисуса Все сердца омыты навсегда Твоя милость к нам навсегда Твоя благодать навсегда Твоя благодать навсегда Возлюбил ты нас навсегда Твоя благодать О-о-о-о-о-о-о-о-о-оי Любовь Твоя во мне О-о-о-о-о-оу Твоя благодать О-о-о-о-оу Любовь Твоя во мне О-о-о-о-о-о-о Твоя благодать, Любовь твоя во мне, На престоле славы, О, Господь великий, Восседаешь вечно, Вся земля покрыта, Твоей благодатью, Кровью Иисуса, Все сердца омыты навсегда. На престоле славы, О, Господь великий, Восседаешь вечно, Вся земля покрыта, Твоей благодатью, Кровью Иисуса, Все сердца омыты навсегда. Навсегда, навсегда. Твоя милость к нам навсегда, Твоя благодать навсегда. О, Господь, Вослюбил ты нас навсегда. О, Господь, Навсегда, навсегда. Твоя милость к нам навсегда. О, Господь, Твоя благодать навсегда. Вослюбил ты нас навсегда. Вослюбил ты нас навсегда. Твоя милость к нам навсегда. Навсегда, навсегда. Примирившись с собою мир, Не вменяя людям преступлений их, Давши нам слово примирения. Благодарю Тебя, Господь Всемогущий. Два тысячелетия. Боже, раскрывается Твое таинство. Таинство веры, Таинство спасения. Боже Всемогущий, Благодарю Тебя за нового Адама, Великого Сына Твоего, Иисуса Христа, Агнца Твоего, Спасителя нашего, Господа нашего. Благодарю Тебя, Господь, За спасение, дар Твой. Благодарю Тебя, Боже, Что праведности Твоей, Вере Твоей покоряются народы. Благодарю Тебя за спасение в Украине, За спасение земли сей. Благодарю Тебя, Господь Всемогущий, За Слово Твое, Живое и Действенное. Боже, Всемогущий, Благодарю, остави нас. Боже, и в этой теме Помоги сегодня, Господь, Продолжить. Боже, Ты продолжи. Духом Святым Святым Своим освобождение от всякого заблуждения. Освобождение от всякого действия лукавого. Освобождение во имя Иисуса Христа через кровь святую Агнца Божьего. Благодарю Тебя, Господь, за Твою свободу через кровь святую Агнца Божьего. Благодарю Тебя за гостей, за всех верующих с разных церквей. Боже, благодарю Тебя за тех, кто смотрит онлайн. Коснись их там, где они сейчас находятся. Боже, Всевогущий. Благослови тех, о ком мы молимся, родных, ближних. Боже, кто в сердце нашем, в молитве. Боже, Ты спасаешь не только нас, Господь, но и тех, кто возле нас. Ты спасаешь тех, кто дорог нашим сердцам, о ком мы в молитве пред Тобою. Благослови, Господь. Благослови, Кривой Рог. Благослови, Господь, Всевогущую землю. Боже, благослови, Господь. Аминь. Слава Иисусу Христу. А то не смерть и Господу нашему спасителю. Присаживайтесь, друзья, братья, сестры. Спасибо девчим, музыкантам. Спасибо огромное, дорогие во Христе. Один проповедник еще в далеком четвертом столетии, патриарх Иоанн Златоустый, патриарх Константинопольский. У него одна из бесед его, известна таких, называется «О руку при искании в храме». И он говорит, интересно в этом своем слове, проповеди свои, этот патриарх Константинопольский, вселенский, говорит, что собираясь на аресталищах, на спортивных социзаниях всяких, мы рукоплещим, говорит, чемпионом, победителем. Он говорит, собираясь где-то еще там политикам, кому-то еще рукоплещим, но, говорит, дальше, собираясь в храме Божьем, мы рукоплещим тому, кто достойный всех рукоплесканий, Господу, Богу Святому. И потом там было понятно, что ему рукоплещали, и он сказал, вы рукоплещите мне, как проповеднику, как, значит, сегодня делящимся словом, да, но, говорит, должны рукоплещать в храме именно Богу Святому. Да, друзья, и ему вся слава и хвала, Создателю миров, нашему Господу Спасителю, и благодарен Богу за эту честь сегодня быть вновь с вами. Продолжаем тему, я говорю о религиозном оккультизме, и этот семинар я посвящаю освобождению, свободе от религиозного оккультизма и всякого рода заблуждений. И от всякого рода мракобесия. Благодарен Богу за все, и, пользуясь случаем, снова передаю привет от своей семьи, супруги, наших шестерых детей, двух внуков, трех котов, от всех наших коронавирусов. Сегодня они снова смотрят. Вчера там был сбой, и не получилось дальше смотреть, к сожалению, но сегодня, надеюсь, сбоев не будет. Вот, спасибо Алина, спасибо команде вся, там, несмотря на то, что был сбой в трансляции, но сделали, вот, из записи, с камеры, вот, и залили уже в сеть. Поэтому можете уже вашим, там, друзьям, знакомым вчерашним, там, рекомендовать настоятельно к просмотру. Слава Богу, вот, и если есть записки уже какие у вас с вопросами, то, пожалуйста, передавайте крема сейчас, не стесняйтесь. Как раз по ходу, я думаю, буду отвечать, или же уже к концу ближе. Сегодня сделал небольшой перерывчик. Ну, а там, я говорю, поблагодарю. Может, в принципе, я, может, был кран подложен, да. С вами хорошо. Да, и, дамы и господа, братья и сестры, вот, благодарю Бога за все. И, как, да, сегодня был в студии телевизионной программы этой «Бог и мисто». Вот, благодарен Богу за брата нашего Романа, вот, очень мне понравилось общение с ним, вот, и надеюсь, что скоро вы сможете тоже увидеть эту запись. И, в общем-то, я сегодня порадовался, честно говоря, так, знаете ли, вот, многим, вот, поднятым темам, вот, и... Моюсь о реформации православной церкви, и здесь, в Украине, и я верю, что именно здесь, в Украине, проходит такой, знаете ли, духовный разлом. Вот, есть в почвах разломы, да, допустим, да, на материках разломы, а есть духовный разлом определенный. И этот разлом, исторически, он очень четко прослеживается, кстати, исторически, этот разлом. Недаром здесь очень часто сходятся и Восток, и Запад. Недаром здесь сходится борьба, да, битва добра и зла. Здесь эта земля полита кровью и слезами, как, наверное, ни одна другая земля. И такой континентальный разлом, однозначно, здесь духовный проходит. Это ощущается в молитвах, вот, и с самого 97-го года, когда я приехал первый раз в Украину, это ощущалось. Я благодарен Богу за то, что Украина стала моей второй родиной, где как реформатор я состоялся. Где, или давайте прямо сейчас, не стесняйтесь, где состоялся как реформатор, уже обновленец. И, хотя, конечно, для меня было все чудно здесь поначалу. Тем более первый город, куда я приехал в Украине, это был город Львов. Да, значит, и приехал я по приглашению к католической церкви в Украину. Никого не знал здесь из протестантов, да и из католиков только лишь так вот был рекомендован, были так говорить. И во Львове две недели гостил я у одного очень хорошего, божьего человека, Любомир Гузер. Тогда он был помощником кардинала Григо-католической церкви Украины. Вот, и две недели я у него гостил, и я просто скажу так, через него я открыл лист по Украину. Вот бывает так, что с кем-то встретишься, да, и через него что-то открывается тебе. Либо там по работе, в бизнесе, где-то еще в чем-то открывается тебе. Либо народ какой, либо город какой. И даже у тебя ассоциация уже, в этом городе может быть много нечестивых людей, но ты встретил благочестивый человек, и у тебя уже ассоциация с этим городом какая-то благочестивая. Знаете ли, и я понимаю, что в Украине грешников полно, в двух груди, а где их нет, знаете ли. Значит, людей невозрожденных, не знающих Бога, но мне повезло в жизни встречаться с хорошими людьми, и вот с таким божьим человеком я имел честь встретиться тогда, и две недели гостил у него. Я скажу так, две недели, которые изменили мое мировоззрение по многому, и мой взгляд на многие вещи изменила эта встреча. И эти беседы, я не давал ему спать допоздна, вот, но, знаете ли, эти беседы для меня открыли Украину, как новую для меня землю. Его сердцем, его глазами я полюбил Украину. И это было время, как раз уже так, уже конец, 17-го, 97-го года. И там ставили такие гортепы, уже там, значит, там были римокатолические костелы, римокатолические православные храмы. Побывал в разных очень, значит, там, церквях, зданиях, храмах. Ну, конечно, собор Юра, святого дам, меня впечатлял, вот, и вот эти хоры. Площадь Рынок, конечно, во Львове, это прекрасно. Люблю это место очень. И там, ну, особенно меня подкупило, знаете, что везде запах кава-кава, запах кофе, да, везде. И мы туда здороваемся. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Звучало. Ой, думаю, вот это да. Да, чтоб я так жил. Думаю, чтобы полутрам, там, замерз на матюков или чего-то еще, слышать за славу Иисусу Христу. Думаю, я сплю или это мне вообще снится, или я на небесах, или я еще на земле вообще. Вот, чтобы в городе, вот, я же не знал такого. Я вообще был в этом плане не осведомлен, что есть такая острова культуры такой, где люди утром здоровкаются вот таким образом. Славят Иисуса Христа. Я не знал. Вот это да. Я шел и радовался, и удивлялся. Вот, хоть щипай себя. Вот, и я, я в ответ, здрасте, здрасте. Одна бабушка меня на... Ну, одним словом, отец Сергей никогда не был так близок к провалу. Даже волонтящийся задний парашют мне так выдавал. Я говорю, здрасте. Одним словом, одна бабушка меня пожалела, значит, и говорит, батюшка, я вижу, вы не местные. Я говорю, да, вот, первый раз в Украине, вот, в Львове. Ну, вот, она пожалела моей неопытности, меня проинструктировала, как надо. Отвечает, слава, навидите Богу Святому. Ну, там, спасибо, исправлюсь. Мне так понравилось, думаю, здорово вообще. И ответ шикарный вообще. И привет шикарный, и ответ вообще такой, да. И я уже, да, уже там, и тот день, и другие дни, я уже ходил там по улицам. Слава Иисусу Христу, и напережение. Или же, в ответ, слава, навидите Богу Святому. Ну, я понимал, что люди разные, конечно. Кто-то там с цигаркой, там, с пивом, там, ну, они вот так выбирали. Слава Иисусу Христу. Я говорю, навидите слава. Вот, да, так что мне это, конечно, очень сильно впечатлило. И до сих пор впечатляет. И, знаете ли, не теряйте этого. Вот, не теряйте. Конечно, на Востоке здесь подобные традиции уже кажутся диковинками. И они забыты здесь тоже, ну, напрочь, казалось бы. Но я верю, что у верующих есть стимул восстановить, знаете ли, возродить эту землю. И что возродит эту землю, как не имя Господа Иисуса Христа. Что не прославит эту землю, как не слава Господу Иисусу Христу. Вообще, это потрясающе. Я до сих пор вот под впечатлением, вот, сохранил, вот, как художники говорят, импрессию. Вот это впечатление от тех первых дней во Львове, в общем, Украине. Да, конечно, я, по-моему, был в Киеве после Львова, где слава Иисусу Христу вообще, это было, как бы, неизвестно. Но, да, я даже, помню, с поезда там, проинструктировал бабушек, как надо отвечать, тоже научил их, киевский бабушек, которые вообще не знали. Говорю, а бабушки, мы вообще с Украины? Ну, конечно. И вы не знаете этого, что я пару недель, я этого знаю уже. Короче, давай инструктировать, им так понравилось, что утром, батюшка прямо с поезда их инструктирует. Мы порепетировали, им очень понравилось. Да, и знаете, друзья, вот с того момента молюсь об Украине, молюсь о духовном пробуждении и верю, что здесь это духовный разлом, который исторически сыграет огромную роль. Огромную роль. Пробуждение не только для этой земли, да, ведь нас пробуждая, да, спасая нас, Бог имеет в виду, те, кто вокруг нас, и здесь, думаю, то же самое. И на восток, и на запад, и на север, и на юг. Это пробуждение, оно должно прийти в разные народы, в разные страны. Слава Богу. Вся земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба чистый сильный дождь, коли сонце правди порозгодить хмари, когда песню счастья заспевает кто-то, и этот день наконец наконец-то до нас увернулся. Он принес нам веру в светлый вечер, через своего Сына, всемогутный Батько, Иисусу слава, Иисусу слава. Иисусу слава, Иисусу слава. Иисусу слава, иисусу слава, иисусу слава. Иисус Христа 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 Иисусу слава Иисус Христа Иисус Христа Иисус Христа Иисус Христа Истина Это не просто Философская или религиозная Какая-то доктрина Да, есть и подобная истина Но истина с большой буквы Она одна Это сам Господь Иисус Это Слово Божье Живая Тора Слово Бога Ставшее человеком Иисус Христа 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 пели, и в соборе Юра потом, ой, я прям, ох, просто был в восхищении, и думаю, надо же, такие в простых словах народные песни, казалось бы, да, но такая глубина вот этой богословия, глубина вот этой мысли, библейской евангельской мысли, слово отца взяло на себя тело, оделось в тело, да, воплотилось, в темноте земли воссиял свет, я прямо думаю, вот это да, это ж бесценный кладезь просто сохранившейся вообще мысли богословской в народных, простых народных словах, в этих песнях, здорово, думаю, и, братья и сестры, действительно, великое чудо произошло тогда, 2000 лет назад, и с воплощением Сына Божьего, с рождением Слова Божьего, действительно, ход мировой истории, он повернулся спять. В греческом Новом Завете там слово метаноия, красивое такое слово, метаноия, да, это поворот на 180 градусов, это изменение сознания, перемена мышления, а еще рассказывают историки, что это слово раньше, ну, покаяние, оно переведено в русском, как покаяние, пока команда кругом, раз, два. Солдаты шли в одном направлении, офицер включал вам, солдаты, покайтесь, метаноия, они разворачивались в движении и шли в другое направление, противоположное, и Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Метаноия, измените мышление ваше, перемените ваши мысли, повернитесь теперь ко мне передом, к врагу уже там, всем остальным, вот, то есть развернитесь, повернитесь теперь и шагайте в направлении ко мне в царство, вот, и когда Иисус уходил, Он сказал ученикам, чтобы они шли и проповедовали не только теперь уже погибшим овцам дома Израилева, как было в первой части его миссии, но послал по всем народам до края земли, чтобы благовествовали всем и чтобы делали учениками, как буквально с греческого переводе говорится, чтобы они просто даже, вот, обращали, да, а вот делали учеников. Опять-таки, Иисус говорит в 8 главе Иоанна, да, что если будете Моими учениками, да, вот, то познайте эту истину, и истина сделает вас свободными. Удивительно, и Иисус сказал, у Матфея красиво записано, у Марка красиво записано, вот эти вот последние слова перед уходом, перед тем, как Он вознесся во славе на облаках небесных, и мы знаем, что Он снова придет судить о живых и мертвых, и царство Его не будет конца. Мы это исповедуем, это в символе веры, постоянно поем, читаем. И знаете, друзья, Он сказал, что кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Кстати, здесь записка была первая самая, как раз сестра подала, там вопрос был о крещении тоже, среди прочего, да, второй вопрос был о крещении, как раз. Вот, баптизо, греческое слово баптизо, вот, в советское время страшное слово такое было, ругатель, баптист, вот, но на самом деле ничего такого в этом слове нет плохого, это хорошее слово, означает, вот, ну, крещение, да, крещеный человек-баптист. Значит, баптизо, в современном греческом языке это слово означает, да, окунание, погружение, в смысле окунание, вот, но в старом греческом, да, вот я рассказывал уже из первом роге об этом, кто был на тех служениях там, вот, оно означало не просто даже окунуться, а погрузиться и там и остаться вообще, вот, да, пребывать там уже, постоянно уже, вот, и пропитаться всем тем, во что тебя погрузили, вот, и это слово, ну, таким образом оно, да, было известно во времена Иисуса и до него, до нашей эры, лет за 300 еще в литературе эллинской встречалось в таком же смысле это слово, и лет 300, 400, даже 500 лет после Христа, именно таким образом это слово и употреблялось. И, в основном, это употреблялось для описания соления овощей, соления огурцов, в частности, вот, да, соления огурцов, да. Любите малосол? Малосол имеет свою прелесть, да? Малосол. Но греки не называли малосол баптизу, да. Он потому, почему? Потому что он еще лишь на шкурке имеет соль, внутри он еще свежесть сохраняет, он еще похож на своих собратьев там по грядке, значит, а лишь немного он просадился этим духом, вот, рассола, да, в котором он погружен, он лишь немного, чуть-чуть начал схватываться. Малосол имеет свою прелесть, греки тоже любили малосол, и тоже на рынках продавали малосол, но малосол баптизу не называли. Баптизу, баптизские огурцы, ты какие огурцы? Которые имеют соль в себе уже, не просто на шкурке, а внутри себя уже имеют соль, но в Завете говорится тоже, по отношению к верующим, имейте соль в себе, не на шкурке просто, да, а в себе имейте соль, внутри себя, вот, то есть пропитайтесь Господом, пропитайтесь Богом, вот, и слова Иисуса, конечно, вот, начиная с пятого, шестого столетий, слова Иисуса, вот, больше толковали богословы и до сих пор в основном толкует слова Иисуса, вот эти прощальные, как именно указание на водное крещение, в основном. И даже сейчас в христианстве большей частью эти слова Иисуса относят именно к водному крещению. Я не спорю с этим, это тоже наверняка имеется в виду, но это лишь, как бы, будем говорить, поверхностное толкование, совершенно, значит, лишь внешнее толкование, будем так говорить, неглубинное. Вот, Иисус имел в виду гораздо большее. Знаете ли, если было бы так бы, вот, у верного человека его погрузили в воду и все, и начались чудеса и знамения сразу. Бесы выходят, значит, мертвы воскрешаются, значит, там, языками он говорит сразу все там, у него все, змей берет, значит, смертоносный выпил ему хоть бы что вообще. Вот, но, понимаете ли, не так на самом деле. И на практике, и в библейском учении, и учении о крещении, я в библейском учении о крещении, и в практической жизни христианской мы видим все совсем по-другому. А все зависит не просто от обряда водного крещения, таинского крещения, а именно от самого погружения верующего человека в Господа и погружения Господа в верующего человека. Наше погружение в Него, а Его погружение в нас. Наше познание Его, мы познаем Его, Он познает нас. И печать Духа Святого верующим, это и познал Господь своих. Первое, как раз самая основная печать, когда Господь познает нас, а мы познаем Его. И вот это Бога познания, Бога человечества, христианство, это есть как раз именно то, Бога человечества. Вчера я говорил, что для меня, так, я говорю Христос, подразумеваю христианство. Я говорю христианство, подразумеваю Христос. Так вот, еще скажу, христианство это Бога человечество. Человека Божия и Бога человечество. Наше погружение в Его, а Его погружение в нас. И тогда действительно чудеса и знамения, они просто сопровождают жизнь верующего человека. Тогда это действительно то, что сопровождает жизнь нашу. Поэтому, дамы и господа, товарищи огурцы, погружайтесь в Господа. И я обычно у себя тоже в церкви говорю об этом, когда я говорю, первая заповедь огурца какая? Не дергайся. Расслабься и не дергайся. Вот погрузили тебя, все, не будь ты хайси. Если ты будешь огурец каждый не выходить, доставать из банки и проверять, он так долго не насолится у тебя вообще. Только пропадет и значит... Поэтому попал в эту среду божественную, да? Не дергайся, расслабься и пропитывайся им. Позволь ему в тебя проникать, погружаться в тебя, познавать тебя. И позволь себе познавать его, погружаться в него, пропитываться им. Он пропитывается тобою, ты пропитываешься им. В древности это обычно делали ссылку, ну я веду до Иисуса Христа, в еврейских школах богословских делали ссылку на книгу «Песню песней». Даже там находили «Стих всех стихов» его называли. В книге всех книг, легко запомнить, да? Есть «Песня всех песней», это «Песня любви». И в этой «Песне всех песней» есть «Стих всех стихов». Вот, сами найдете его. Вот, но кто уже был на семинаре, те уже знают, что это за стих. Он очень красив, очень красив, шикарен. Правда, в переводе сенандального он не так красив, к сожалению. Переводчики сенандального перевели его, но скачайте на ваши гаджеты «Библию с номерами Стронга», не пожалеете. И посмотрите текст «Песни песней» по номерам Стронга, вы ахнете. О чем там идет речь вообще? Да, это, конечно, книга такая удивительная, там нет имени Всевышнего Бога. Странно для книги Библии, честно говоря. И с другой стороны, он там, в этой книге. Там рассказывается о любви мужчины и женщины. Кстати, вот не так давно для себя птюл песню. Я хоть и не слушал, я мало слушаю эстраду какую-то. Ну, честно говоря, ну, вообще, в другом ворюсь. Но во Львов приехал, мне дали послушать песню Сергея Бабкина. Думаю, о, так это же песня песней. Вот это вот. Деба я, деба я, деба я, деба я не був, все про тебе нагадую. И, в общем, а потом все охоплено твоей владою. Он поет, вроде, да, о любви, да, мужчины и женщины, но, ты думаешь, что на украинском только это вот как песни песней. Вот именно действительно рассказывающие песни любви. И в древности, в глубокой древности, еще залога до христианства, до нашей эры, богословы, когдашние, будем договорить, учителя, раввины, видели в этой книге песни песней, Шир, песня, да, Шир, на еврейском, Шир. Шир да Шири, песни всех песней. Вот, видели указание на любовь Всевышнего Бога к человеку и любовь человека к Всевышнему Богу. Удивительное таинство. И там есть стих, он звучит на еврейском они, то есть я, да, они, ле-до-ди, ле-до-ди, ли. И синодальные переводчики перевели это довольно просто. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне. Но там вот это ле-до-ди, ле-до-ди, оно гораздо серьезнее. Это не просто принадлежность, это буквально я в нем все целое, я ему все целое принадлежу, я в нем растворяюсь, он во мне растворяется. Я эти же слова употребляю для отношений, вот описания таких, там даже шутят, проповедники называют еврейское камасутра, короче. Вот, значит, описание вот, значит, интимной, самой интимной близости мужа и жены, мужчины и женщины. Вот, и вот, именно, а здесь по отношению, мы говорим, по отношению к Господу и отношению к нам, к человеку. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Поэтому, дамы и господа, пропитывайтесь Богом, расслабьтесь, просто в Его присутствии, да, погружайтесь в Него, читайте Слово. Есть много методик, будем так говорить, да, основные это вникать в себя и в учение, заниматься с ним постоянно. Это, в общем-то, как бы, ну, все стало как мир, как говорится. Вот, и пусть Господь благословит нас. Вот, а сущность любого лжаучения и вот религиозного культизма, да, такими грозными словами, такими семинарами он назван, апостол 5, Петр Петр очень хорошо описал во втором своем послании, вот, почитайте, домашним заданием вам. Второе Петра, вторая глава, она вся посвящена как раз вот именно, вот, проблеме лжеучителей, лжепророков, лжеучителей. И он предупреждает духом святым, Бог через него, через брата нашего, да, возлюбленного помазанника, Петра апостола, предупреждает нас, верующих, что как вот в Израиле были лжепророки, так будут и... да. Вот, оставьте первый стих, как раз, да. Были и лжепророки в народе, так и у вас будут лжеучители. То есть не просто может быть будут, а может быть и нет. Будут, будут, он точно говорит будут. Но Иисус же предупреждал, Иисус не говорил, что в его царстве и государстве, что в царстве небесном все будет, знаете ли, чисто, прекрасно, все будет идеально. Нет, нет. Он не учил нас смотреть на царство небесное, на его государство, царство, королевство его, да, через розовые очки религиозные. Нет, он смотрел объективно и учил нас объективности, реальности, реальному взгляду на жизнь. Вот, и он говорил, что на огороде его царства, на поле его царства, не только хорошие семена будут посеяны, царство небесное также будет загажено сортниками разного рода, что распят, те, кто должны были бодрствовать, и в царстве небесном будет расти всякая-всякая-всякая гадость. Вот, значит, до самого сбора урожая. И он говорил, что не вот Евангелие, а царство Божье, да, захватит не только хорошую рыбку, но и не бодли много рыбки, знаете ли, как вот была передача по Discovery, по-моему, про японцев этих рыбаков там, жуть такая вообще, я не знал там, вот, поэтому с этими сушенными робами как-то поосторожней стал, тут смотрю, там всякую гадость ловят вообще. Значит, и, а еще там у них, они же там достают все подряд с этого моря, океана своего, вот, еще там особенно не разгуляешься у них там, в Японии-то, на островах, а народу немерено, и все кушать хотят, значит, там, да. Значит, и, и иногда в сети к ним попадает такая гадость, такая, забыл название, ну, так, типа морской дьявол или что-то, что-то такое. Значит, и если моряки видят вот эту гадость, попавшую к ним в сети, им приходится весь, ну, весь там, сколько они зачерпнули всего, все выбрасывать. Настолько ядовитая вещь, настолько, это вот, если заметишь ее, то надо сразу все, весь улов выбрасывать, потому что она не только сама ядовитая, сама по себе тварюга, но и все вокруг нее становится тоже ядовитым, опасным вообще-то, смертоносным для человека вообще, для всего живого. Вот такая она гадость, представляете? Вот, и Иисус говорил, что нем от Евангелия достанет всякого, много всего. И он говорил, что потом будет перебор, будет отбирать, будут хорошие закрома, плохое повыкидывают. Вот, и он говорил много о своем царстве, и, как ни странно, больше говорил о своем царстве плохого, нежели хорошего. Вот, и самая страшная притча, ну, для христиан многих, на карте, это такой страшный, наоборот, даже хорошая притча. Вот, но в еврейской системе толкование, это самая страшная притча. Женщине, взявшей закваску и бросившей в три меры муки, пока все не вскисло. Я слышал тоже многих проповедников, я вам вчера приводил примеры, от обратного в Гамилетипе, да, когда, значит, на примере Бавилонской башни мы построим царство Божье, и даже Бог нас не остановит, вообще. Значит, да, ну, а здесь тоже многие проповедники берут тоже от обратного и говорят, вот мы заквасим этот мир его.